В Беларуси отпустили на свободу как минимум 78 политзаключенных. Их помиловал Александр Лукашенко. При этом репрессии в стране не останавливаются и практически каждый день задерживают новых людей. По данным правозащитников, в Беларуси сейчас более 1300 человек лишены свободы по политическим мотивам. Ни один из них не попал в список обмена заключенными между Россией, Беларусью и западными странами, состоявшимся 1 августа. Как добиться их освобождения? Какой сигнал посылает Лукашенко, выпустив на свободу часть политзаключенных? Готовы ли его услышать в Евросоюзе? Обсудим в ток-шоу «Самую точку». Тема нашей программы сегодня. Лукашенко отпустил 80 политзаключенных. Началась игра с Западом и подготовка к выборам. Добро пожаловать на программу «В самую точку». Меня зовут Ольга Капустина. После летнего перерыва мы снова в эфире из нашей берлинской студии. И в гостях сегодня с нами Ольга Лойко, главный редактор издания «План Б» и бывшая политзаключенная. А также Ольга Дрындова, политолог, редактор «Беларусь-аналюзинг» в университете Бремена. И на связи с нами из Литвы Валерий Карбалевич, политический обозреватель «Рада ее свобода». Спасибо, Валерий, что подключились к дискуссии. И спасибо вам, зрителям, кто смотрит наш прямой эфир. Присылайте свои вопросы и комментарии гостям в студии, и я обязательно их передам. Ольга, хотела бы с вас начать. Дело в том, что вот в три этапа на волю выпустили по указу Александра Лукашенко людей. Такого не было все предыдущие четыре года за время массовых репрессий. Свидетельствует ли это о том, что вот сейчас какое-то такое окно возможностей открылось, когда можно, может быть, еще больше политзаключенных выпустить на волю? Да, вы правы, что такого не было никогда. Лукашенко не склонен своими актами гуманизма радовать нас сильно. И у него фактически сигнальная система обычно одна. Наоборот, закручивание гаек, набирание заложников и так далее. Он любит вот этот жесткий стиль. Здесь даже уже после, наверное, первого решения его о помиловании, июльского, оно было после того, как отпустили несколько человек украинцев. Вот, и, наверное, уже тогда стало понятно, что он пытается все-таки посылать какие-то сигналы. И поверили в окно возможностей многие почти сразу, потому что на самом деле 4 года – это очень длительный срок. Мы, когда обсуждаем репрессии, политзаключенных, российский кейс, другие страны, обычно речь идет все-таки о каких-то меньших промежутках. Большие сроки – это, я не знаю, там, Карамурзан, Навальный, Ходорковский – это какие-то личные враги Путина. А здесь лайкнувшие не туда женщины, что-то прокомментирующие комментарии в виде поднятого пальца или Оскара. Ну, это как-то даже звучит мелко. А люди получают реальные сроки и реально едут в колонию. Поэтому то, что это знак, то, что это сигнал, поверили много и сразу. И в это поверили люди в колониях. Потому что там ситуация была уже вполне себе отчаянная. Потому что все понимали, что шансы выйти по сроку есть не у всех, что по 411 статье «За злостное неповедомение сотрудникам колонии» людям без конца можно увеличивать сроки. И, ну, фактически люди оказались в такой очень тяжелой ситуации. И это решение дало надежду, что все-таки какой-то путь на свободу есть, есть возможность спасения. Вы сказали, что это знак и сигнал. Давайте спросим Валерия, что же за сигнал такой посылает Александр Лукашенко, чего он хочет, почему он освободил часть политзаключенных? Ну, во-первых, нужно отметить, что вот это освобождение политзаключенных есть симптом того, что то статус-кво политическое, в котором находится режим, оно не очень комфортно для Лукашенко, иначе чего суетиться. И то, что он начал освобождать политзаключенных, говорит о том, что он пытается искать какой-то план «Б», потому что нынешняя ситуация для него не слишком комфортна. Какие сигналы он посылает? Я думаю, что тут можно говорить о двух адресатах – внутренней аудитории и внешней аудитории. Внутренняя аудитория – это белорусское общество. Это свидетельство того, что начинается президентская избирательная кампания, начинается новый политический сезон. Вот на этой неделе было совещание, где фактически было сказано, что да, страна, государственный аппарат мобилизовывается для проведения очередной избирательной кампании. И в эту кампанию Лукашенко хотел бы войти в немножко лучшем образе, лучшем имидже, чем это было до сих пор. То есть образ такого, ну, гуманиста, что ли, более человечного политика, чем он это выглядел вот последние четыре года террора. Потому что ситуация, когда за решеткой умирают политические заключенные, она некомфортна даже для сторонников Лукашенко. Это все-таки Беларусь не похожа, скажем, на такие режимы, как Иран, даже Туркменистан или что-то еще подобное. А вторая аудитория, второй сигнал – это внешним субъектам, прежде всего, на Запад. Дело в том, что когда вот его не признают президентом значительная часть внешних субъектов, то есть западные политики, западные страны, для него некомфортно. И он хотел бы признание этих президентских выборов со стороны Запада, признание его президентом. Дескать, ну да, вот страница перевернута. Ситуация 20-го года все забыли. Начинаем с чистого листа, начинаем с нуля. И вы должны признать на Западе, что да, в Беларуси вот такие выборы других не будет, поэтому смиритесь и признайте. И еще момент. Сейчас много разговоров о возможных переговорах по Украине, по примирению во Украине. И, наверное, Лукашенко хотел бы в них поучаствовать каким-то образом. Но для того, чтобы в них участвовать, он должен иметь определенную легитимность на Западе, потому что при любых попытках претендовать на участие ему будут задавать вопросы. А вы, собственно говоря, кто? Какой вас статус? Ну вот для этого, мне кажется, и посылает сигналы на Запад. Спасибо, Валерий. К вам еще вернемся. Ольга, спрошу вас, сигналы на Запад, в свою очередь. Услышали ли их, как отреагировали? Кажется, реакция была довольно сдержанная? Или как вы ее оцениваете, как политолог в Германии? Ну, действительно, реакция, мне кажется, была достаточно ожидаемая. То есть я бы не сказала, что прямо услышали. Я бы сказала, наверное, пока слушают, прислушиваются и думают, что с этим делать. То есть, с одной стороны, мы услышали принятие к сведению. Это достаточно нейтральная позиция. Это даже не одобрили. То есть это неприветствуем. То есть, я так понимаю, упор все-таки делается на то, что еще очень-очень много людей находятся в тюрьмах. Плюс садятся новые, арестовываются. Плюс это тоже такой сигнал показать, что мы вроде как не начинаем верить сразу, что автократ перестанет быть автократом, когда он выпустил 30 или 60 человек. То есть дипломатически это понятно. Дипломатически это, наверное, верно. С одной стороны, приветствовать или принимать к сведению. С другой стороны, напоминать, что это еще не все. С точки зрения политической, если мы, например, имеем в фокусе цель политического освобождения максимального количества людей, для меня это не такая однозначная стратегия. Я не уверена, что там есть какая-то стратегия. ЕС и стратегия по Беларуси – это такой больной вопрос, к сожалению. Но, смотрите, выпущенные 30 человек – это лучше, чем ноль. Выпущенные тысяча – это лучше, чем 30. То есть если мы будем иметь сигнал от ЕС постоянно, мы принимаем к сведению, окей, но мы не говорим с вами и ничего не делаем, и вообще никак не движемся по санкциям, по контактам никак. Пока вот эта цифра не достигнет нуля, все-таки, мне кажется, это будет не воспринято белорусским. То есть не чувствуется какой-то политической боли со страны ЕС? Я бы не сказала, что ее нет. Я бы, наверное, сказала просто, что Беларусь на данный момент, к сожалению, исторически совершенно не является приоритетом. То есть все ждут, все устали от войны в Украине. В некоторых странах, таких важных, как Германия, вообще выборы в следующем году будут. То есть Беларусь не является центром, не является приоритетом. С другой стороны, были уже многие попытки, да, и Демсилы, с экспертами мы тоже в том числе работали в прошлом году, такие идеи создания пошаговой, ну, как это, road map карты, как ее назовем, дорожной карты, которую даже не обязательно публиковать, ее можно с закрытыми дверями обсуждать с белорусными властями, и ее нет, в том-то и дело, что, ну, то есть были попытки со стороны, естественно, немецких властей по своим каналам, и были закрыты встречи политиков и экспертов, в том числе в Беларуси, но ничего такого не было выработано. Почему? Ну, политическая воля, это всегда политическая воля. То есть если правитель Беларуси этого не хочет, он не хочет. То есть сейчас он захотел, он захотел, но это не потому, что там санкции были, да, это не потому, что здесь какое-то давление. Вот часто спрашивают тоже, на что готов Запад, да, чтобы выпустить людей. Мне кажется, вопрос тут надо по-другому ставить, на что готовы белорусские власти, да, чтобы убрали санкции. Потому что для Запада, не считая диаспоры, не считая пробелорусских правозащитных НГО, ну, это не является приоритетом. То есть они готовы реагировать, они готовы реагировать достаточно болезненно в виде санкций, когда их интересы под опасностью. Ведь самые, да, большие санкции сильные были введены не после репрессии. Это был Райнер, это было соучастие войны в Украине, что там еще было, миграционный кризис. То есть вот тогда реагируют. И это нормально в плане политическом, потому что у каждого свои интересы. Но никто не сидит там, знаете, в Брюсселе, и не думает, да боже, как же нам построить свою стратегию, чтобы освободить людей в Беларуси. Это скорее происходит лоббирование интересных белорусских другими акторами, включая ДМС. Я хочу сказать, что посыл на самом деле достаточно нечеткий и для внутренней, и для внешней аудитории. Для внешней аудитории было бы логично отпустить кого-то из более или менее известных, крупных людей, кто бы мог донести какой-то посыл. Потому что, ну, выпустить какую-то перепуганную женщину, которая когда-то там год назад не туда лайкнула, ну, спасибо, ну, а какой посыл это Евросоюзу, да? Это о чем вообще? Как и работа на внутреннюю аудиторию. Да, это важно показать, что люди выходят. Но важно и останавливать репрессии внутри страны, потому что кроме посадок есть еще, допустим, масштабные чистки. Все чиновники во всех институтах, во всех министерствах, ведомствах знают, что у них убрали, уволили кучу людей за непонятно за что. Опять не там лайкнул, не там подписался. Они не чувствуют себя комфортно. Они понимают, что у кого-то из них родственники сидят или уехали, или еще какие-то к ним вопросы. Они тоже ждут четкого сигнала, да, что все, это больше не страшно, да. Иметь там сына, который не может вернуться, это... А сигнал не четкий, потому что с одной стороны выпустили 30, а в тот же день еще взяли, в следующий день еще кого-то взяли. Еще непонятно же, взяли их действительно, или просто их показали, напугали, как они любят делать, да, вот это губопик стайл. Возможно, действительно, человека просто допросили, записали это видео и выпустили. Возможно, он даже не задержан, нет ни административки, ни уголовки. Это сигнал чего? Это сигнал того, что кто-то не может управлять своими силовиками. Так, чтобы послать сигнал более четко. Вот сейчас людям, которые работают в министерствах, работают на Лукашенко, им к чему готовиться? К новым чисткам, к новым спискам, где будет указано, кто там не совсем лояльный, у кого там были носки не того цвета, а у кого родственники сомнительные? Или уже готовятся все-таки поддерживать? Да, понятно. Спасибо за это дополнение. Одно маленькое дополнение тоже, что очень часто тоже в Германии вопрос, что здесь знают, например, Марию Колесникову, да. То есть есть такие, мне кажется, достаточно ошибочные ожидания, что вот надо обязательно выпускать знаменитых людей. То есть, ну, во-первых, человеческой точки зрения не имеет никакой важности, и главное, чтобы людей выпускали. Во-вторых, ну, мне кажется, не стоит ожидать, что власти Беларуси сразу с этих людей начнут, потому что тогда у них в конце... То есть этих людей, к сожалению, будут держать, могут держать как такие самые ценные карты для... Ну, может быть, но опять-таки российский пример может показать, когда выпустили Яшиной Карамарзу, что может быть и по-другому, и сложно предсказать и понять логику. Но раз вы вспомнили Марию Колесникову, я тоже хотела бы поговорить немножко о ней подробнее. Она одна из самых известных политических заключенных в Беларуси и уже 4 года находится в тюрьме, и последние полтора года с Марией нет связи. Информацию о ней ее сестра Татьяна собирает буквально по крупицам от освободившихся заключенных женщин, покинувших Беларусь. Они рассказывают, что в колонии Мария лишена базовых вещей, еды и медицинской помощи, и на нее также оказывают психологическое давление. Машу изолируют настолько, что каждый раз, когда она куда-то ее выводит из камеры, ее окружает вплоть до шести работников администрации. Но были случаи, когда фактически в колонии объявляли военное положение, то есть когда другие заключенные не могли перемещаться по территории. Ну и мы также слышали о том, что Маше как минимум однажды приносили письма, показывая ей, что ей пришли письма, но ей не отдавали, порвали прямо у нее на глазах. Также по утрам дежурный спрашивает заключенных, содержащихся в ПКТ ШИЗО, это одно здание в женской колонии, о потребностях. И однажды Маша говорила о том, что у нее вызывает серьезные опасения состояние ее здоровья. На это не было реакции. И Маша спрашивала про письма, передачу, и ей сказали, о вас все забыли. Вот что рассказала сестра Марии. Ольга, вот у Марии Колесниковой, вы сами сказали, в Германии ее хорошо знают. Она здесь жила 12 лет до 2020 года. У нее есть и друзья, и коллеги, которые до сих пор делают разные акции и помнят о ней. Но почему тогда в этом обмене массовом, который был масштабный, который был 1 августа, Беларусь участвовала в нем тоже, и Германия участвовала в нем. Почему в нем не оказалось ни Марии Колесниковой, ни кого другого из белорусских политзаключенных? Это сложный вопрос. Мы наблюдали реакцию достаточно эмоциональную в кругах белорусских экспертов, активистов, диаспоры, когда это все произошло. Несколько статей, в том числе немецкоязычных, вышло. Почему Беларусь вроде как присутствовала в этом, но вроде как и не присутствовала абсолютно по итогам. Для меня это тоже печальный знак того, что, видимо, ну, во-первых, эта штука, она же готовилась не за два дня. То есть это уже что-то было стратегически давно приготовляемое. Знак того, что Беларусь на сегодняшний день является политически такой приоритетной страной, включая вот судьбы людей, политзаключенных, как даже Россия и Украина. То есть это не была акция российско-белорусско-западная, это была акция российско-западная. То, что Беларусь там присутствовала, да, на территории Беларуси арестовали этого человека, приговорили его к расстрелу. И здесь получается тоже второй фактор того, что мы видим, что это происходило на территории Беларуси, но что с этого даже те же белорусские власти поимели. То есть фактически, ну, кроме картинки, окей, Лукашенко вроде как гуманно, вроде как не дал расстрелять человека. То есть я не вижу, что... Где здесь интерес был? Привлечь к себе внимание, да, показать гуманность, да, но те же переговорные оппозиции, которые могли быть, ну, с той же Германией, да, вот вы спрашиваете про Колесникову, мы, к сожалению, не знаем, ну, обсуждались ли эти вопросы в принципе, может, они обсуждались, но не было найдено какого-то консенсуса. Но, в принципе, и мне просто видится здесь отсутствие политического интереса. И со стороны тоже белорусских властей, к сожалению, ну, они здесь поиграли как площадка, да, для этих действий. Но, опять-таки, больше в интересах России. То есть мне это скорее напоминает ситуацию, когда с белорусской территорией произошло нападение России на Украину. То есть это не была белорусская акция ни с точки зрения лоббирования Демсилами, ни с точки зрения интересов, как мне видится, белорусских властей. Валерий, что должно произойти, чтобы Александр Лукашенко отпустил своих главных оппонентов? Марию Колесникову, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича? Как вы думаете? И, в принципе, возможно ли это? Ну, радикальное решение – это смена политического режима в Беларуси. Понимаете, вот уже обсуждался вопрос, дескать, какой смысл одних выпускать, других садить одновременно, причем садить гораздо большее количество, чем выпускать. смысл есть для властей. Дело в том, что в Беларуси садят уже 4 года. И то, что в Беларуси садят по политическим статьям людей за решетку, это уже перестало быть новостью. Вот то, что стали выпускать – это новость, за что ухватились все средства массовой информации, за что вот и по этому поводу и наша с вами передача. Но то, что продолжают людей арестовывать по политическим статьям – это сигнал белорусскому обществу, что курс на переход от авторитаризма к тоталитаризму он необратим, что репрессии будут продолжаться. А определенное количество освобождения политзаключенных – это предмет для торга. Давайте торговаться, давайте обсуждать. Я с трудом представляю ситуацию, когда будут освобождены все, в том числе ключевые, знаковые фигуры, которые сидят за решеткой. Проблема в том, что Запад ставит условия для нормализации, для деэскалации, которые Александр Лукашенко выполнить не может в принципе. Запад говорит о том, что мы готовы идти на встречу, готовы идти на деэскалацию, на серьезный торг, на, может быть, снятие санкций, правоусловий. Прекращение поддержки России в ее агрессии против Украины, освобождение всех политзаключенных, свободные выборы. Ни один из этих пунктов Лукашенко выполнить не может, в том числе освобождение всех политзаключенных. И поэтому в этих условиях пока мы видим отсутствие реакции на сигналы. Отсутствие реальной реакции на сигналы. Такое неутешительное. Увы, сожжение. Ольга, вы хотите не согласиться? Я сказала, что все не совсем так, потому что в случае с обменом, допустим, европейским и российским, ну, Путин не сделал ничего. Путин не прекратил войну в Украине, Путин не прекратил репрессии внутри страны, Путин просто выменял своего киллера, да. Это вообще не имеет никакого макро уровня, это просто обычная такая дел, чистая сделка, да. А как вы, интересно, прочитали эту новость, как бывшая политзаключенная, вы в контакте с другими бывшими политзаключенными, когда вот вы увидели список и... Я, слушайте, я человек, который мыслит позитивно, я сказала, о, у них получилось, сексесс-сторий есть, мы знаем несколько других сексесс-сторий по белорусским политзаключенным, срочно надо звонить Жене Карамурзы и спрашивать Жене, как получилось. Опыт, позитивный опыт, как, с кем. И что она вам посоветовала? Посоветовала, ну, на самом деле, удивительно было, что почти все из того, что Женя посоветовала, на самом деле, все делается это. Просто это треки, которые некоторые идут долго, да, вот мы, допустим, вот я не увидела там белорусов, я же там не увидела, к примеру, Беркович, да, и, ну, вот как, ну, вот как, почему, ну, почему, допустим, вот, я вот очень рада, да, что Яшин вышел, ну, он же мужчина, он мог бы, наверное, потерпеть, а может быть, Женю надо было, ну, они просто разными треками шли, наверняка. Я очень обрадовалась, допустим, когда Владимир Кэрмурза вышел, потому что это шанс, это вот те громкие выпускания, которые, голос которых будет слышен в мире. Его запрос сейчас слышат. Он дошел, подошел к Байдену, к Макрону. Я очень надеюсь, что это поможет Колесниковой, потому что он о ней сказал, он о ней вспомнил, и этот запрос уже прозвучал. Потому что, когда такие сделки заключаются, ну, просто никто не вспомнил про Колесникова в тот момент, и не сказал, что, слушайте, и пусть там вот кроме этого немца, пусть еще вышлют вот эту даму, пожалуйста. Просто никого не было, кто бы мог это сделать. И это очень печально, учитывая, какую огромную лобби-работу проделывают и Демсилы, и та же диаспора именно в Германии. То есть только с августа, ну, там, сентября, примерно сентябрь-октябрь, в принципе, белорусская диаспора в Германии образовалась, структурировалась, и они фактически сразу же, мы тоже участвовали с немецкими на головах в этих процессах, получили очень хороший доступ к политикам. И это работало, и это до сих пор работает. Поэтому огромный вопрос, то есть кто-то не доработал, или, скорее всего, я не верю, что кто-то не доработал в плане лоббирования, освобождения, вопроса о освобождении заключенных, я скорее думаю, что действительно это, к сожалению, показатель неважности. Подождите, показатель неважности, вот у нас Ольга, пример, который свидетельствует об обратном. Я только зачитаю еще один комментарий от зрителя, Наталья Василевич пишет, согласно Скорболевичам, это давно уже вышло за политическую волю самого Лукашенко, он не может перевернуть страницу, у него уже нет на это сил, система вошла в штопор. Такой комментарий. Но вернемся к теме «Интересно или неинтересно Беларусь?» Вот просто интересно, что впало, сегодня Ольга была в Бундестаге, вы рассказали, что вас пригласили как бывшую политическую заключенную на встречу с немецкими депутатами. Да, о том, как выживают медиа в экзайле, о том, как люди, которые подвергались репрессиям в своей стране, начинают новые проекты, что надо, чтобы они это делали, и что надо, чтобы эти проекты были интересны людям внутри страны, чтобы они сохраняли влияние. То есть это вот один пример, пускай маленький, но того, что все-таки интерес есть. И чего конкретно, как у вас сложилось впечатление после этой встречи? Что готовы ли они идти на переговоры? Готовы ли они добиваться? Добиваться? Мне кажется, что, мне показалось, что немецкие депутаты и политики, они вообще очень широко ориентированы, гораздо больше, более широко, чем принято в Беларуси. Да? У нас в Беларуси мир всегда свозился там, Россия, какие-то еще вот несколько торговых партнеров, и все, да? Чтобы люди живо обсуждали Мьянму и Мексику, да? И прям действительно переживали. Это вы сегодня обсуждали, да? Помимо Беларуси? Да. И я понимаю, что я тоже вижу гораздо уже, да? А мир... Мы слишком на себе зациклены. ...сильно разнообразнее нас, да? Ну, для журналиста это нормально, быть вообще сфокусированным на свою тему. Куча людей, которые там дальше ставки рефинансирования вообще не видят. Что новости? Новости это вот это, а все остальное это какая-то мелкая суета. Так это тоже важно. Да. Все-таки мы несколько однобокие, да? А люди мыслят шире. И продать им своего, свой кейс, свои страдания, это тоже часть... Как бы это ни звучало, там, я не знаю, как торговля людьми и страданиями, да? Но это же тоже есть. Мы же сравниваем, да? Там условия, в которых сидели российские политзаключенные. Вот я слушала Яшина у Дудя, и я понимаю, что у меня первое и самое идиотское чувство, я ему завидую. Потому что у него были письма, у него были гораздо лучшие условия по быту, и у него письма были не от родственников. И ему их отдавали все, и его ответы все доходили. Так я, может, в таких условиях, мне пишется камерница сразу, «Слушай, я бы в таких условиях тоже посидела». Ну, это глупо, да. Нельзя мерять со страданиями. И то, и то совершенно ужасно. Но когда ты понимаешь, что Маша полтора года не получала писем от отца, она не знает, жив он или нет, и эти могут манипулировать бесконечно, просто бесконечно. Показывать письма, не показывать письма, намекать, говорить, что, может, тебе уже некому писать. Всякое же бывает в этой жизни, да? Вот. То есть издеваться там можно достаточно разнообразно. Вот. Значит, надо об этом говорить больше, значит, все должны понимать, что именно белорусские политзаключенные самые политзаключенные в мире. И на самом деле, с условиями инкоммуникада, ну, я не знаю, кто бы сидел так массово и в таких ужасных условиях полной изоляции. Да, это звучит, конечно, ужасно. Я хочу прокомментировать, как раз сейчас вот вы верно заметили, что интерес есть, интерес приглашает людей. Мы же помним, и Тихановская там была. То есть очень-очень-очень много было визитов. Были политические кампании депутатов по освобождению. До сих пор это проходит. И одна из кампаний, на самом деле, помогла, насколько мы понимаем, той же Марии тогда встретиться с отцом, когда у нее были проблемы со здоровьем после операции. Это все было, и это все есть. Ну, это немножко одно. Когда у нас появляется реальная возможность кого-то освободить, и по каким-то причинам это не происходит, потому что кто-то там недосказал, кто-то недослышал, кто-то забыл, кто-то подумал, давайте сначала с Россией, потом с Белоруссией, если она там еще будет существовать через пять лет. А такие, к сожалению, как человек, работающий долго в политической сфере в Германии, такие настроения тоже есть в разных партиях немецких, что, ну, Белоруссия, конечно, печальная кейс, ну, вот давайте разберемся с войной и посмотрим, будет ли она еще существовать. В принципе, она такая сейчас зависимая от России, что стоит ли об этом еще говорить, да. То есть, к сожалению, такие есть тоже мнения. И здесь я тоже, наверное, поддержу Ольгу в плане того, что я тоже в этом вижу позитивный сигнал, раз такое возможно, значит, это возможно и с другими странами. И я вернусь просто еще раз к тому тезису, что не стоит на уровне ЕС, Германии и так далее как бы сбрасывать все требования в одну корзину. Освобождение заключенных, остановка репрессий и демократические выборы это совершенно разные вещи. Это не значит, что если сделали 80%, но не переизбрали демократичного Лукашенко, мы ничего не делаем. К сожалению, в санкциях, вот когда вводили санкции, не было условий, которые разделяли бы. Вот эта вот пошаговая стратегия, про которую говорят очень многие, она очень помогла бы, возможно, решать и такие вопросы, как пошаговое освобождение людей без дискредитации того же Лукашенко и без потери лица со стороны ЕС. Потому что если ЕС говорит, мы с ним будем говорить только когда он станет демократом. Ну, мы все понимаем, что он не станет демократом. Ну вот если он не станет демократом, но все же делать что-то надо, уже просто люди умирают в тюрьмах. Один из вариантов, Валерий, что ЕС мог бы предложить, наверное, Лукашенко, это направить послов в Республику Беларусь, и тем самым как бы и легитимировать нынешнюю власть. Как вы думаете, это вот реально был бы сценарий? Главная проблема в отношении Беларуси и Запада это несовпадение спроса и предложения. То, что важно для одной стороны, не важно для другой, и наоборот. Я не думаю, что сам факт появления послов в Беларуси может каким-то образом радикально повлиять на ситуацию. Ну, тут ведь вопрос о том, что должен начаться какой-то торг, какая-то дискуссия, какой-то обмен условиями хотя бы. Когда идет торг, то люди предлагают, скажем, вот вам дадим вот это, а вы за это освободите, я не знаю, тысячу полизаключенок, стоя ник сколько. Пока я не вижу осуществления вот такого диалога, такой дискуссии, такого торга. Именно по причине того, что спрос и предложения радикально отличаются одно от другого. Возвращение послов означает, полноценное возвращение с вручением верительной грамоти от Лукашенко означает, что Запад признал Лукашенко президентом Республики Беларусь. То есть Запад отказался от той своей позиции, которую он занял после 2020 года. Запад на это будет готов только при выполнении каких-то очень важных, серьезных условий. И самое главное из условий это касается поддержки России в ее агрессии против Украины. Вот готовили сегодня Лукашенко на такой шаг, у меня очень-очень большие сомнения, потому что российская поддержка до Лукашенко это одно из важнейших условий выживания его политического режима. В этом проблема. есть еще опять вот этот микроуровень, о котором тоже не надо забывать. Многие посольства почему обсуждают не вернуться ли нам в Беларусь? Потому что господин Лукашенко он достаточно хитроумен, чтобы иметь в заложниках граждан этих стран. Они понимают и по кейсу со Швейцарией было понятно, что посол приехал, переговоры пошли, движение пошло, человек вышел. А такие люди есть по нескольким странам, причем несколько кейсов насколько мне известно не публичные. Потому что мы тоже не могли понять, а что это вы засобирались в Беларусь? Что-то случилось? Ну вот вроде вам не надо. Ну вот есть тонкие как бы намеки, что есть люди, которых надо помогать, спасать, и для этого посол нужен передавать, общаться и так далее. И здесь тоже я не знаю, как эту дилемму прокомментировать. С одной стороны, ты действительно вроде бы как признаешь, даже если ты вручаешь не Лукашенко верительные грамоты, но все равно ты немножко в общем-то его легитимизируешь. Но при этом это польза твоему гражданину, которому нужна помощь, которого нужно освобождать. Ну когда речь уже идет просто о жизни и смерти людей. Здесь можно вспомнить тоже необязательно же грамоты. Та же Ангела Меркель, когда ему звонила во время иммиграционного кризиса. Это тоже был контакт. То есть белорусские государственные СМИ целую историю об этом сделали, что вот смотрите, он пообщался с Меркель. То есть если включить фантазию, можно придумать другие шаги. Вот как Валерий говорил, торга, что кому за что будет. Не обязательно начинать с посол. А то, что в Минск приехала временная, поверенная, Андрея Викторин, это тоже позитивный сигнал? Как вы думаете? У меня очень позитивные воспоминания с этим именем. Я как раз тогда работала в немецко-белорусском обществе, мы организовали Минский форум. В каком году? Да. Тоже люди не помнят, а тогда это было огромное событие с 15-го. Нет, Минского форума не было в 15-м. Когда тоже были были заключены. Вот это тоже интересная история. Я думаю, вот эта историческая память о белорусской власти, она, конечно, осталась. То есть тогда форум должен был бы быть, но его как бы отменили, потому что как бы приостановили санкции, но не отменили. То есть вот эта связка произошла в следующем году, в 16-м. Освобождают заключенных, отменяют санкции, возвращаются через 5 лет паузы Минский форум. Это было событие, которое свидетельствует о том, на каком уровне находятся отношения ЕС к Германии и Белоруссии. И вот я помню, госпожа Викторин открывала достаточно часто, тогда как глава представительства ЕС, она была с 15-го по 19-го, открывала этот форум, и она была тоже таким лицом улучшения, поднятия качества отношений Белоруссии и ЕС. И, в принципе, наверное, это даже был период самого лучшего развития отношений с вами. Абсолютно. И мало кто так интересовался и так глубоко был вовлечен в белорусские вопросы. Потому что Викторин была более белорусской, чем прям многие белорусы. Это было очень позитивно. Кстати, вот у меня позитивно тоже сейчас, когда я почитала, я очень удивилась. На самом деле, когда я узнала, что ее сейчас сделали главой немецкого посольства, это же тоже не просто так. То есть это лицо, которое тогда возглавляло потепление и качественное развитие, очень сильное качественное развитие отношений Белоруссии и ЕС. И, видимо, обе стороны к этому хотят хотя бы теоретически готовиться. Ну, хочется в это верить. Мы обсуждаем действия белорусских властей, но предлагаю посмотреть, что сказал Александр Лукашенко 10 сентября на совещании об актуальных внутриполитических вопросах. Он сам высказался на тему политзаключенных, которых в Белоруссии нет, по его словам. Короткий отрывок. Ну, сколько раз сказано, у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих политзаключенных. Мы приняли решение по десятку, я принимал эти решения по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора промать подобное решение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может. Ну, кто-то вообще уже опасности не представляет, кто-то вообще одурел. Таких людей мы увидели. Чего их там держать? Кормить за государственный счет. Валерий, вы как автор, пожалуй, самой известной книги об Александре Лукашенко «Политический портрет», которая вышла еще в 2010 году, но мне кажется, до сих пор многие пытаются с ее помощью понять эту личность. Что вы услышали в этих словах? Как вы прокомментируете? Ну, самое главное, что Лукашенко очень недоволен тем, что его заподозрили в слабости. Вот для него это, так сказать, очень большой грех. Он в любых конфликтах пытается демонстрировать силу, пытается действовать с позиции силы, и для него очень важно имидж сильного политика, который не боится, с одной стороны, и с другой стороны, он считает европейских политиков всех слабаками, слабыми. И вот тут, оказывается, независимые СМИ стали писать, что Лукашенко уступил, что под давлением он пошел навстречу Западу и начал освобождать политзаключенных. Вот его это очень сильно задело. Собственно говоря, главный месседж именно в этом, что тезис о том, что он уступил под давлением, это неправильно, у него как бы другой смысл. Правда, в чем этот смысл, он так и не разъяснил. И вот мне противоречие то, что политзаключенных в Беларуси нет, но за то, что они вышли, благодарите меня, тоже кажется каким-то нелогичным. А вы, Ольга, с учетом особенно того, что вы сами провели 10 месяцев в тюрьме по делу Тудбай, вот вас как бы нет, или вы не политзаключенные, а как это понять? Я с ним готова согласиться. Нет, меня нет, хорошо, я террорист, я беженец, меня нет, я с этим готова согласиться, и спасибо ему тоже сказать готово. Но я вас вижу. Я очень, это иллюзия. Я очень уважаю Ольгу Горбунову, которая сразу сказала, вот спасибо, это акт гуманизма, за что на нее накинулись, и совершенно напрасно. Он хотел это услышать, он это услышал. Пусть это будет положительным подкреплением. Это окно возможностей в любом случае. Люди в колониях очень ждут этого. Я лично говорила и мои коллеги со многими родственниками, кто был на свиданиях вот в этом промежутке, девочки очень ждут, что им предложат написать на помилование. Они готовы, готовы многие из тех, кто раньше был не готов, потому что 4 года это очень большой срок. Это действительно уже подорванное здоровье, это разрушенные семьи, это нет ресурсов, чтобы поддерживать человека там. Люди устали. И сейчас в наших силах подыграть, поддержать, и все-таки это окно попытаться не закрыть. Он хочет, чтобы его поблагодарили, но вот я для себя не вижу этой проблемы. Спасибо за это конкретное решение, спасибо. Спасибо за то, что Ксения Луцкина с опухолью в голове сейчас находится дома. Спасибо, что дома Даша Лосик, у которой маленький ребенок и куча домашних проблем. А два политзаключенных в семье это не проблема в квадрате, это какая-то геометрическая прогрессия, это просто отсутствие ресурсов и нервов абсолютно у всей семьи, даже крепкой, ресурсной, а не когда остаются там бабушки, дедушки и маленький ребенок. Вот. За многих других людей, которые вышли, люди сидели семьями и вышли семьями. Поэтому я бы тут не подходила как-то арифметически или с каких-то там позиций силы-несилы этих людей, особенно когда ты знаешь их лично, поименно, ты знаешь их беду, это воспринимается совершенно иначе. Да, я говорила уже о том, что важно остановить репрессии, но и дать людям шанс выйти. Все-таки сейчас ты уже хотя бы предупрежден. Многие люди, как тот же Игорь Лосик в июне еще 20-го года, он сразу получил выстрел в голову. Его вообще никто не предупреждал, не было каких-то сигналов. Там рассказывают люди, вот там меня задерживали трижды, а потом меня задержали четвертый раз, а потом сразу не выпустили, задержали еще раз, а потом я выехал. Вот хорошо, что у тебя была такая возможность. Да, вот меня сразу задержали с концами, Игоря задержали сразу и осудили на 15 лет. Не было шансов соскочить, как-то вывернуться, как-то от этого летящего на себя поезда хотя бы немножко сманеврировать. Поэтому, ну, я очень надеюсь, что это окно не закроется, и что те, кто сейчас очень ждет этих решений, что они все-таки выйдут. Вот это тоже вопрос важный, закроется это окно или не закроется. И если реакция ЕС будет такой сдержанной оставаться, как она сейчас, ну, она практически обсутствует. Какие-то конкретные шаги влияет это на то, что это окно может быстро закрыться. И у нас предстоит несколько важных политических крупных событий, начиная с выборов в США, выборов в самой Беларуси, через год выборов в Германии. Политический ландшафт поменяется темы, повестка будет определяться тоже уже другими темами, да. Поэтому вопрос, как сделать так, чтобы это окно, возможно, сейчас можно было бы еще использовать? Ну, диалог в любой приемлемой для Запада форме. Я была бы очень рада, если бы, допустим, господин Шольц все-таки позвонил. Или вот господин Макрон, у него заканчивается второй срок, может быть, ему тоже хотелось бы проявить себя, спасти кого-нибудь еще. Политическая воля, да, она же не всегда какая-то линейная, да, люди не всегда спасали каких-то там ярких, медийных личностей. Мы знаем много примеров в истории, когда спасали откровенно никому не нужных людей, да, потому что они оказались рядом с тобой, потому что ты видишь, что ты можешь им помочь. Ну, вот я очень надеюсь, что кто-то из европейских лидеров или американских вот увидит, услышит и все-таки попытается что-то сделать. Валерий, еще раз к вам. Вы сказали уже сразу, еще в начале программы, что это связано с предстоящими выборами в 25-м году президентскими в Беларуси. Вы думаете, это окно, которое сейчас вроде приоткрыто, говорят о том, что 17 сентября могут выйти еще какая-то часть политзаключенных. что вы ждете от предстоящей избирательной кампании от выборов и как долго это окно на какие-то послабления может быть еще остаться открытым? Ну, можно считать это открытым окном, когда оно закроется, это непонятно. От выборов я ничего не жду, потому что выборы пройдут по всем известному сценарию, и самое интересное, что эти выборы больше всего тревожат самого Александра Лукашенко. Как это ни странно, он больше всего озабочен ими и мобилизует весь государственный аппарат на реализацию, успешную реализацию этой задачи, потому что он травмирован событиями 2020 года и не хотел бы повторять их. Что касается, возвращаясь к политзаключенным, понимаете, для начала надо бы выяснить, чего хотел бы получить Лукашенко от освобождения политзаключенных, сколько он хотел бы готов освободить и готов ли он освободить самых знаковых фигур, и чего он за это хочет. Вот для начала хотя бы понять вот это, а потом уже можно было бы и обсуждать, стоит такая общинка вытолки, не стоит, стоит эта сделка, не стоит, но пока я, например, не знаю, есть ли вот такие переговоры, такие контакты, такой диалог хотя бы на уровне, на низком уровне дипломатическом, на уровне экспертов. И дело не в возвращении послов, потому что, вы знаете, есть временные поверенные, если... Да, простите, что вас перебиваю, у нас просто осталась буквально одна минутка, поэтому я хочу сказать спасибо Валерию, Ольга, вам спасибо, Ольга, вам спасибо за дискуссию, спасибо вам, зрители, что смотрели и досмотрели до конца. Пишите комментарии под этим видео, следите за новостями на телеграм-канале ДВ Беларусь и на сайте до встречи в новом выпуске в Саме Точку и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова